Привет! На Алиэкспресс куча товаров, с помощью которых можно сделать разные полезные устройства, так называемые самоделки. И эта подборка именно с такими штуками. В конце вас будет ждать конкурс, так что смотрите до конца. Терморегулятор, возможно один из самых недорогих способов автоматизировать нагрев или охлаждение. Такой регулятор пригодится для аквариума, инкубатора или для мини-теплицы. Да и поддерживать температуру рассады посредством куска пленочного теплого пола тоже вполне можно. Температура срабатывания устанавливается тремя кнопками. Для контроля предусмотрен хорошо заметный в темноте дисплей. Выносной термодатчик имеет длину кабеля около 0,5 метра. Рабочий диапазон регулируется от минус 50 до плюс 110 градусов. Напряжение питания 12 вольт, а реле можно управлять нагрузкой напряжения до 250 вольт при нагрузке не больше 1 киловатта. Магнитный держатель на палец. Незамысловатый аксессуар поможет удержать металлические детали при монтаже и соединении. Например, гайку с неудобной стороны. Шитый верхнюю часть напалечника магнит обладает достаточной силой для удерживания крупной гайки или шайбы или других мелких железяк. Кабель для ремонта наушников. Присоединяюсь лично к рекомендации купить этот кабель. Сам заказал такой и отремонтировал свои старенькие сенхайзеры, которые стали работать только при определенном положении кабеля, думаю многим знакомо. Это говорило о том, что есть внутренний перелом родного кабеля. Общая длина 1,30 метра. Имеется проводной пульт. По отзывам кабель упругий и прочный, должен работать долго. Из небольших минусов отмечу то, что при низких температурах кабель дубеет. Но в принципе все дешево. Есть пульт с микрофоном. Уж дешевле думаю покупки новых брендовых наушников. Насадка на унитаз для приучения кошки. Позволит приручить вашего любимца, чтобы он ходил по своим делам на унитаз. Для этого насадку можно установить, насыпать в нее наполнитель и дать понять питомцу, как ею пользоваться. Постепенно удаляя центральные сегменты, можно довести приспособление для того, что котик справляет нужду непосредственно в отверстие унитаза. Модуль для сборки регулируемого блока питания. Один из самых быстрых и экономичных вариантов организации регулируемого блока питания. Особенно мне понравилось остроумное решение одного из покупателей встроить этот модуль в компьютерный блок питания. Хотя подойдет и любой достаточно мощный источник постоянного напряжения в диапазоне 0,5 до 30 вольта. На выходе можно получить напряжение от 0 до 30 вольт и ток до 4 ампер с плавной регулировкой того и другого. Для контроля в модуль встроен цифровой дисплей с крупными цифрами. Хороший и надежный стопор для двери, не требует ее сверления. Оснащен мощным магнитом и надежным фиксатором. Корпус полностью металлический, из нержавеющей стали марки пластилин 304. Доступно 6 вариантов цветочного решения. Подходит для нижней щели двери от 5 до 15 миллиметров. Недорогой, легкий и компактный бензогенератор. Пригодится на даче, в походе, на рыбалке и т.д. Выдает 220 вольт и 12 вольт. Максимальную мощность 700 ватт. Им можно осветить светодиодные лампы на целый лагерь, запитать ноутбук, телевизор и другое электронное устройство. Напряжение постоянного тока 12 вольт 8,3 ампера. Расход топлива 0,7 литра в час. Недорогой лазерный уровень. Отличный, популярный прибор для домашнего использования. Установить гипсокартон, поклеить обои, положить плитку. С его помощью становится намного удобнее. Горизонтальная линия заявлена на удаление до 10 метров. Вертикальная 5 метров. Питание от двух обычных пальчиковых батареек. Их хватает на 20 часов непрерывной работы. Конечно, можно использовать и аккумуляторы. Есть функция самовыравнивания. Недорогой набор для сборки стелек с подогревом. В комплекте две пластиковые основы с размещенными на них углеродными нагревательными элементами. Длина каждой 23 см. Ширина 6,5 см. Для работы нужен источник питания напряжения 5 вольт. Это, конечно же, пауэрбанк. По отзывам покупателей, потребляемый ток составляет 600 мА, а температура около 40 градусов. Это значит, что распространенной емкости пауэрбанка в 10 000 мАч хватит почти на сутки постоянной работы готовых стелек. Компактный встраиваемый датчик движения. Еще одна недорогая и полезная штука от наших китайских товарищей. Конечно, купить датчик движения можно и в наших магазинах, но есть два аргумента против. Ценник несоизмеримо выше и нет таких компактных решений. Согласитесь, за 130 рублей обеспечить автоматическое включение лампочки очень полезное решение. За эти деньги мы имеем радиус действия от 4 до 6 метров, длительность работы 45 секунд и возможность установки в стену толщиной до 25 миллиметров. Кстати, днем освещение не включается, потому что мы имеем еще и датчик освещенности. В отзывах указано, что этот датчик стабильно, в отличие от других, работает со светодиодными лампами. Насадка-паяльник для вейпа. Соединяем со старым вейпом и теперь куем канифоль. На самом деле шутка, конечно, но превратить игрушку в полезный инструмент для мелкой пайки эта насадка вполне способна. Есть насадки разной формы и мощности. По мощности от 8 до 15 ватт и на 30 ватт. В общем, если есть вейп, который лежит без дела, можно за несколько минут получить паяльник для полевых условий. Bluetooth-приемник с усилителем 5 плюс 5 ватт. Недорогая платка в нескольких вариантах поможет вдохнуть в новую жизнь в компьютерную акустику или собрать компактный бумбокс. На ее основе будет легко. В последнем случае понадобится два широкополосных динамика на 5 ватт, корпус и питание. В качестве источника питания можно использовать любой с выходным напряжением 3,7-5 вольт. Это означает, что можно использовать как один литиевый аккумулятор, так и адаптер от любого смартфона. Резак для самоделок из пластиковых бутылок. Из пластика бутылки можно сделать массу полезных вещей. Это и прочные ручки для инструмента, и аналог термоусадочной трубки и стяжки. И уж конечно цветочки, корзиночки и бутылочки. Ширина реза регулируется. Нормальные полоски получаются из ровных, нерифленых участков бутылок. Перезаправляемый валик для краски. Идея конечно отличная, не нужно каждый раз макать валик в краску. Один раз заправил и красишь. На деле да, все работает. Удобно, но качество исполнения хромает немножечко. Покупатели пишут, что сделано хлипковато, но пользоваться можно. Регулятор предназначен для работы с двигателями мощностью до 400 ватт. В отличии от простых и дешевых тиристорных преобразователей, этот регулятор имеет более сложную схему. Он может регулировать обороты двигателя в пределах от 0 до 1700 в минуту, не теряя мощности. По отзывам, регулятор работает и с щеточными, и с асинхронными двигателями. Сами отзывы тоже вполне благожелательные. Вещь классная, работает отлично. Обороты регулируются, и что самое хорошее, на маленьких оборотах мощность не теряется. Так, под шкафы подсветку я организовал, а внутрь шкафов решил поставить вот такие светильники на батарейках. Они монтируются на петли и срабатывают при замыкании кнопки, когда дверь открывается. Для работы потребуются миниатюрные батарейки формата 23А. По отзывам, монтируется легко, а светит очень ярко. Выдвигающаяся розетка для столешницы. Подпружиненная розетка открывается легко, а в закрытом состоянии находится в одной плоскости со столешницей. Монтируется довольно просто. Кроме своей основной функции, розетка имеет также встроенный адаптер с USB-разъемом для зарядки смартфонов и других гаджетов. Заявлен максимальный рабочий ток в 16 А. Это значит, что в розетку можно подключать электроприборы мощностью до 3,5 кВт. Габаритные размеры внешней панели розетки 120 на 120 мм. В комплекте идет основной блок, установочная коробка, тоже из металла и необходимый комплект крепежа. Этот модуль может служить основой как для самодельного электрошокера, так и зажигалки для газовой плиты. Для этого нужно только обеспечить напряжение на входе от 3 до 6 вольт. Корпус, кнопку и контактную группу, между которой будет происходить разряд. Напряжение на выходе умножителя около 400 тысяч вольт. Трещит только так. Расстояние между контактами должно составлять не более 10-15 мм. Можно использовать готовые устройства как средство самозащиты, скажем, от бродячих собак или диких животных. Циклонный пылеулавливатель для пылесоса. Очень жалею, что не заказал это приспособление раньше, когда шторбил стены на кухне. Обычный пылесос помог, конечно, в уборке, но он не вечный, а строительный мусор вообще ним убирать запрещено. Конечно, можно купить профессиональный пылесос, а потом куда его девать, прикажете. И тут пригодится недорогая насадка, циклонный улавливатель. Эта штука крепится к плотно закрывающейся и прочной емкости типа ведра с крышкой. Затем к ней подключается обычный бытовой пылесос. Благодаря конструкции при работе возникают завихрения, а пыль и мусор затягивается в емкость и остается там. При этом пылесос мы не мучаем пылью. Пластик жесткий, толщина стенок 3 мм, у юбки 4 мм. Этот комплект отличный вариант бюджетно восстановить аккумулятор шуруповерта. Конечно, можно заморочиться и с апгрейдом на литий, но можно и остаться на родном кадме и просто пересобрал банки. Для удобства в каждой банке точечной сваркой приварены никелевые контакты. Они легко появятся с обычным флюсом. Да и быстрая доставка из России тоже радует. По отзывам аккумуляторы приходят уже заряженными. Емкость только немного завышена. Заявлено 1800 мАч, по факту 1300-1400. Ну как вам товары? Достойные? Я уже лично заказал себе парочку этих устройств для самоделок на второй канал. Кстати, а вот и конкурс. Приз 300 рублей на мобильник либо вебмани. А приз разыграю, как только наберется 500 лайков. Условия простейшие. Лайк на видео, подписка и комментарий на вопрос. Делали ли вы когда-нибудь какие-то самоделки своими руками или чинили что-то интересное? Я вот, например, много чего сделал. Это все есть на втором канале Изи Мастер. Ссылку я оставил в описании. Переходите и наслаждайтесь. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего и увидимся. Пока-пока. Пока-пока.